Сегодня каждое содрогание следит за событиями в Украине. Ее жители большим потоком мигрируют в Россию. Так, не только Ростовская область стала пристанищем для беженцев. Многие едут на территорию Среднего Урала. И каждый неравнодушный житель Артемовского городского округа может помочь беженцам справиться с этой страшной ситуацией, в которой они оказались. Так, в самое ближайшее время в Сыровскую область может приехать порядка ста вынужденных переселенцев из Украины. Вопросы размещения первоочередного жизнеобеспечения, а также создания условий проживания граждан, прибывающих в регион из-за обострения внутриполитической ситуации в Украине. Сегодня обсудил заместитель председателя правительства области Яков Силин в ходе заседания оперативного штаба. Об этом сообщил в департаменте информполитики Свердловскому губернатору. По словам Силина, для прибывающих из Украины граждан в муниципалитетах области созданы места размещения, в частности в школе-интернате в Каменском-Уральском. Разместилось 75 человек, из них 30 детей. В Нижнем Тагиле во временном пункте размещения остановились 2 человека. Сегодня губернатору докладывали о положении дел на начало недели, в том числе позитивно оценил губернатор, что под контролем у всех профильных ведомств находится данный вопрос. В частности о том, что подготовили вот такие памятки. Правильно понимаю, каждая из ведомств, Александр Николаевич, да? У нас протоколом это закрепляется. Как вы считаете нужным, правильным информировать население в той или иной ситуации, так вы и написали. Если по ходу развития событий посчитаете, что нужно внести какие-то поправки, это нужно обязательно сделать. У всех есть телефоны горячей линии. Он также поручил разработать единый информационный бюллетень, в котором были бы размещены все необходимые сведения для того, чтобы прибывающие могли сориентироваться, какие у них есть права и возможности. Куда обращаться по вопросам размещения трудоустройства, получения социального обслуживания. Также рассматривается вопрос увеличения волонтеров, которые могли бы помогать переселенцам в оформлении необходимых документов. По информации начальника управления Федеральной миграционной службы, в ближайшее время ожидается выход постановления об упрощенном порядке рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища гражданам. Как отметил начальник отдела инженера технических мероприятий радиационной, химической и биологической защиты ГУ МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукаянов, всего с начала года на территорию Среднего Урала приехало около 1300 человек. Большинство из них проживают у родственников. По предварительным оценкам, в Екатеринбург планирует прибыть еще порядка 100 человек из Украины. С тем, кто уже приехал на Средний Урал, ведется работа по размещению, решению социальных вопросов, своевременному оформлению документов. По бытовым вопросам, жалоб серьезных не поступало. Все проблемы, которые возникали в процессе встречи, в принципе, устранялись на месте. Яков Силен отметил необходимость более подробно и терпеливо разъяснить пребывающим, какой статус они могут получить и какие возможности это дает. Он подчеркнул, что есть потребность в более тесном взаимодействии с предприятиями, которые могут не только трудоустроить переселенцев, но и помочь в предоставлении жилья. Таким образом будут освобождаться места в пунктах временного пребывания для вновь приезжающих. Отдельно было обсуждено предоставление технических средств реабилитации для инвалидов и возможность пользования услугами пунктов проката таких средств.